В непосредственной близости от людей живут птицы, мир которых удивителен и многообразен. И, конечно, они нуждаются в нашей защите и внимании. Как воспитать у ребенка сочувствие к братьям нашим меньшим, в том числе к пернатым? Помощником в решении этой задачи станет книга. Читая книги о птицах, ребенок узнает много нового о жизни пернатых, учится их понимать, становится внимательнее и заботливее по отношению к ним. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает вам книги, которые помогут еще лучше узнать множество тайн птичьей жизни. Илья Калмановский, биолог, журналист и руководитель биологической лаборатории Политехнического музея, написал смешную и очень интересную детскую энциклопедию «Почему птицы не падают?». Как это часто бывает, чтобы ответить на такой с виду несложный вопрос, пришлось рассказать о множестве самых разных вещей и понятий. В результате из этой яркой, благодаря отличным иллюстрациям Алины Рубан и ясной книжки, можно узнать все самое интересное о птицах, крыльях и полетах. Что птицы делают, чтобы взлететь? Птицы летают, потому что у них есть крылья. Крылья устроены так, что могут опираться на воздух. При этом птица должна быть относительно легкой. Большой вес не дает взлететь. Обладать очень сильными грудными мышцами и иметь маленькую голову, чтобы не перевернуться в полете вверх ногами. И все они, в зависимости от размеров и особенностей устройства крыла, взлетают по-разному. А научились летать еще и в далекие предки, маленькие динозаврики. То есть тот момент, когда динозаврики научились махать крыльями, они превратились в птиц. Илья Калмановский наглядно объясняет в тексте каждое новое звено развития и постоянно привлекает к объяснениям опыт ребенка. Если бы мы решили соорудить себе крылья, чтобы летать, то при нашем весе они получились бы огромными. А ведь ими нужно махать. Попробуй махать руками. Ты быстро устанешь. У птиц очень сильные грудные мышцы. У тебя тоже есть такие мышцы. Попробуй отжаться от пола и сразу их почувствуешь. Книга «Почему птицы не падают» легко встраивается в ряд книг для самостоятельного чтения. Воробьи, вороны – привычные наши городские соседи. Птицы, конечно, менее интересны детям, чем наземные животные. Их жизнь трудна для наблюдения. Да и потрогать птиц сложно, в отличие от какого-нибудь жука или косиньцы. Но если ребенку предоставляется возможность заглянуть в гнездо или покормить птичек, это вызывает сильную эмоциональную реакцию. А если ему о них еще и правильно рассказать, то ребенок может по-новому увидеть привычных птиц. Ведь наше видение и знание связаны друг с другом. Мы часто видим исключительно то, что знаем. Настроить наш глаз на воробьев поможет книга Томаса Мюллера «Год с воробьями». «Год с воробьями» – вполне доходчивое пособие по начальной орнитологии. Вот так воробьи устраивают гнездо. Вот так выглядят их птенцы. Такой пищей их вскармливают родители. Осень воробьишки встречают вот так. Это время, когда они нагуливают бока перед холодной зимой. Зима – сложное для воробьев время года. Но они умеют находить себе пищу и согреваться во сне. Тут им помогает стайный образ жизни. И, конечно, маленьких птичек подстерегают разнообразные опасности. Ровно один год, от весны до весны, продолжается действие этой книжки. Ее герои – обыкновенные воробьи, неизменные обитатели городов и деревень. Чудесные иллюстрации Томаса Мюллера раскрывают перед нами яркую и точную картину жизни этих суетливых, общительных и жизнерадостных созданий. Еще одна книга Томаса Мюллера «Год с ласточками» знакомит детей с жизнью близких соседей человека, деревенских ласточек. Действие продолжается ровно один год, от весны до весны. За первый год своей жизни ласточки переживают огромный опыт. От их рождения в гнезде, первого перелета в Африку через пролив Гибралтар и пустыню Сахару, и до возвращения обратно в Европу, чтобы уже самим свить свои гнезда и завести потомство. Весной прилетели ласточки в свой старый дом и сразу начали строить новое гнездо. Ласточка-мама отложила ярко-пятнистые яйца в свое новое гнездышко. Через две недели произошло чудо – из яиц вылупились птенчики. Читая и разглядывая красочные иллюстрации, можно многое узнать о географии и о том, где живут ласточки, что едят и куда летают. Жизнь ласточек – размеренная и в то же время беспокойная, внимательная и любовно проиллюстрирована Томасом Мюллером, автором и художником книг о природе для самых маленьких. На страницах книги биолога Анны Васильевой «Птицы в городе. Где найти и как узнать» можно подробно рассмотреть 36 птиц, которые обитают в парках, на пустырях и по берегам прудов, на улицах и крышах, почему их привлекают города и каких птиц можно приручить. А также, как отличить ласточку от стрижа, какая птица освоила профессию штукатура, а какая плотника, что общего у птиц и динозавров, какие птицы спят на лету, откуда пошли выражения белой вороны и птичье молоко. Думаете, это все? А вот и нет. Еще автор расскажет, что такое birdwatching, в переводе с английского на русский «птица» и «смотреть», так что означает просто «наблюдение за птицами». Люди, которые занимаются birdwatching, называются бёрдерами. Многие из них готовы ехать на край света и терпеть всяческие лишения, чтобы понаблюдать за новой для себя птицей. Это удивительно в мире, где все можно увидеть на экране и не выходя из дома, не правда ли? Однако, единожды попробовав взять в руки бинокль и самому прочувствовать все эти ощущения нового открытия, которые ты делаешь сам, несравнимы ничем. Кстати, для того, чтобы наблюдать птиц, вам не нужно отправляться в далекие края. Книга не зря называется «Птицы в городе». В городах действительно много птиц. Мы просто научимся их видеть. В книге множество дополнительных материалов, делающих ее чтение похожим на увлекательный урок. Схемы и таблицы, карты, задания, инструкции, наклейки и даже блокнот для birdwatching. Тексты дополняются красочными иллюстрациями Ксении Ермоленко, без которых книга не стала бы такой живой. Еще очень необычно то, что в конце каждой главы даны QR-коды, благодаря которым с помощью телефона можно послушать голос каждой из записанных книги птиц. Это очень удобно, потому что часто именно по звуку мы отличаем одну птицу от другой. Книга «Синица и их родня» о восьми северных видах синиц, их родственниках из других семейств, а также о предках и хищниках. В ней можно найти самые интересные и актуальные факты о жизни синиц, сравнить образ жизни и внешность разных видов. Вооружившись новыми знаниями, вы сможете узнать, прилетают на вашу кормушку лишь большие синицы или также лазаревки, а может даже московки или пухлики. Шведский журналист и детский писатель Стефан Каста создал путеводитель по миру северных синиц. На его страницах вы познакомитесь с восемью видами птиц из семейства синицеевых, их родственниками из других семейств, а также с опасными для мелких печок хищниками, ястребом и сычиком. Вы получите исчерпывающую информацию о жизни пернатых, о питании, размножении, интеллектуальных способностях, пении. А отличать синиц друг от друга вы научитесь благодаря художнику-анималисту Стафану Ульстрёму, который создал потрясающие иллюстрации, точно передающие особенности окраски птиц. Пернаты изображены в натуральную величину, так что можно наглядно сравнить размеры всех упомянутых книг и видов птиц. Каждый разворот книги посвящен одному виду птиц и имеет удачный заголовок, отражающий особенность птицы. Например, «Большая синица. Галстук решает всё» или «Лазаревка. Волшебная шапочка». Надеемся, что эти книги помогут не только узнать о жизни птиц, но и полюбить их в трудные времена для них, оказать им помощь. Приятного и полезного чтения!